против иудеев. Слово первое. Поводом к их произнесению послужило то печальное обстоятельство, что многие христиане или по старой привычке, или по неразумии и увлечению принимали участие в совершавшихся местными иудеями праздниках и постах и посещали синагоги. Против этого неразумия направлены слова Златоуста, который выясняет в них, что иудейство уже потеряло свое значение и потому соблюдение его обрядов противно воле Божией. Первые три сказаны осенью 386, а последние пять – осенью же 387 года. Сегодня хотел я сообщить вам остальное из того предмета, о котором недавно беседовал с вами, и показать яснее, сколь не постижим Бог. Об этом мы много и долго говорили в прошедшее воскресенье, когда приводили свидетельства из Исаии, из Давида и из Павла. Первый взывал, но род его кто изъяснит. Второй благодарил Бога за его непостижимость, говоря, «Исповедаемся тебе, ибо страшно удивился, чудны дела твои». И еще удивился разум твой от меня, утвердился, и не могу понять. Псалом 138, 14, 6 стих. «А Павел, не углубляясь в исследование самой сущности Бога, обникнул только в его промышление, или лучше, обняв малую часть только этого промышления, открывшуюся в призвании язычников, и как бы увидев обширное и необъятное море, воскликнул, «О, бездна богатства и премудрости и ведения Божия! Как не испытаны суды его, и как неисследимы пути его!» Конечно, достаточно бы и этих свидетельств для доказательства. Но я не удовольствовался пророками, не остановился и на апостолах, но взошел на небо, показал вам хор ангелов, говоривший, «Слава вышних Богу на земле, мир в человеках благоволения!» Вы слышали также Серафимов, со страхом и трепетом взывающих, «Свят, свят, свят Господь Саваоф, исполнивший небо и земли славы своей!» Присовокупил я и Херувимов, вопиющих, «Благословенно слава Господне от места его!» Из Икиль 3.12. «Три свидетеля на земле» — то есть Исаия, Давид и Павел, «и три на небе ангелы Серафимы и Херувимы» показывает неприступность славы Божией. Доказательство, наконец, стало несомненным. Много было рукоплесканий, народ был воодушевлен, в собрании воспламенялось. А я радовался не тому, что меня хвалили, но тому, что славили моего владыку, ибо эти рукоплескания и похвалы доказывали любовь души вашей к Богу. Как любящие слуги, услышав, что кто-нибудь хвалит их господина, воспламеняется любовью к хвалящему, потому что любят господина. Так поступили и вы тогда. Громкими рукоплесканиями вы показали великую любовь к Господу. Хотел бы я и сегодня заняться теми же прениями. Если уже враги истины не могут насытиться хулами на благодетеля, тем более мы должны быть ненасытны в прославлении Бога всяческих. Но что мне делать? Другая, еще более тяжкая болезнь вызывает язык наш к ее врачеванию. Болезнь, поразившая тело церкви. Ее-то и должно прежде всего искоренить, а потом уже позаботиться и о внешних. Должно прежде излечить своих, а потом заняться и чужими. Какая же это болезнь? У жалких и несчастных иудеев наступает непрерывный ряд праздников, трубы, кущи, посты. А многие из тех, которые считаются нашими и говорят о себе, будто веруют по-нашему, одни ходят смотреть на эти праздники, а другие даже участвуют в праздниках и постах иудейских. Этот-то злой обычай я и хочу теперь изгнать из церкви. Против аномеев можно поговорить и в другое время, и от замедления в этом не будет никакого вреда. Но если зараженных иудейством не уврачуем теперь, когда праздники иудеев близко и у дверей, то боюсь, чтобы некоторые из христиан по неудержимой привычке великому невежеству не приняли участие в этом нечестии, тогда напрасно уже были бы и наши слова об этом. Ибо если они, ничего не услышав от нас сегодня, будут поститься с иудеями, то после того, как грех уже будет соделан, напрасно станем и прилагать и врачевство. Поэтому-то я и спешу предупредить зло. Так поступают и врачи. Они прежде всего употребляют средства против сильных и самых острых болезней. Притом же настоящее слово против иудеев сродно с прежним против аномеев. Как сродно нечестия аномеев и иудеев, так и настоящее состязание наше сродни с прежними. Аномеи ставят в вину Иисусу Христу то же самое, за что обвиняли его иудеи. За что же обвинили его? За то, что Иисус Христос называл Бога своим Отцом, делая себя равным Богу. Иоанна 5, 18. За это же обвиняет его и аномеи, или, вернее сказать, не обвиняет, но даже совсем изглаждает самые слова Иисуса Христа. И смысл их, если не руками, так мыслью. 6, 37. Не удивляйтесь, что иудеев я назвал жалкими. Истинно жалкие несчастны они, намеренно отринувшие и бросившие столько благ. С неба пришедших в их руки. Воссияло им утреннее солнце правды. Они отвергли свет его и сидят во тьме. А мы, жившие во тьме, привлекли к себе свет и избавились от мрака заблуждения. Они были ветьями святого корня, но отломились. Мы не принадлежали к корню и принесли плод благочестия. Они с малолетства читали пророков и распяли того, о ком возвещали пророки. Мы не слышали божественных глаголов и тому, о ком предсказано в них, воздали поклонение. Вот почему жалки они их. Ибо тогда, как другие восхищали и усвояли себе благо, им, иудеям, неспосланные, сами не отвергли их. Они, призванные к усыновлению, не спали до сродства с псами. А мы, будучи раньше псами, возмогли по благодати Божией отложить прежнюю неразумность и возвыситься до почести сынов Божьих. Из всего это видно. Нет доброго дерева, которое приносило бы худые плоды. И нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам. Так сказал Христос хананейской жене, называясь чадами иудеев, а псами язычников. Но смотри, как после изменился порядок. Те иудеи сделали с псами, а мы чадами. Берегитесь псов, говорит об них Павел. Берегитесь злых делателей, берегитесь обрезания. Ибо мы есть обрезание. Видишь, как бывшие прежде чадами сделали с псами. Хочешь узнать, как и мы, бывшие прежде псами, сделали с чадами? Все, говорит, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими. Нет ничего жалче иудеев. Они всегда идут против собственного спасения. Когда надлежало соблюдать закон, они попрали его. А теперь, когда закон перестал действовать, они упорствуют в том, чтобы соблюдать его. Что может быть жалче тех людей, которые раздражают Бога не только преступлением закона, но и соблюдением его? Поэтому, говорит святой Стефан, жестоковыны, с необрезанными сердцами и ушами, вы всегда противитесь Духу Святому. Не только нарушением закона, но и неблаговременным желанием соблюдать его. И справедливо он назвал их жестоковыны, потому что они не понесли Иго Христову, хотя оно было благо, и не заключало в себе ничего тяжкого и изнурительного. Научитесь, говорит Христос, от меня, ибо я кроток и смирен сердцем. И еще возьмите Иго мою на себя, ибо Иго моё благо и бремя моё лёгко. Однако же они не понесли этого Иго по своей жестоковыности. И не только не понесли, но сокрушили и расторгли его. Потому что от века сказано, сокрушил Иго твоё, растерзал узы твои. Иеремия 2.20. Не Павел говорит это, но пророк вопиет, разумея под Игом и узами символы власти Христовой. Ибо иудеи отвергли владычество Христа, когда говорили, Нет у нас старя, кроме Кесаря. Ты, иудей, сокрушил Иго, разорвал узы, отторгся от царства небесного и подчинился человеческим властям. А ты, слушатель, смотри, как точно пророк обозначил необузданность иудеев. Он не сказал, ты отверг Иго, но сокрушил Иго. А это пророк, порок животных рьяных, необузданных, нетерпящих власти. Но от чего произошла эта жестоковыенность? От пресыщения и пьянства. Кто говорит об этом? Сам Моисей ел Яков и насытился, и отвергся возлюбленной. Старозаконие 32.15. Как животные, когда пользуются обильным кормом, разжирев, делаются буйными, неукротимыми, не допускают к себе ни ерма, ни узы, ни руки возничего, так и иудейский народ от опьянения и пресыщения, не звершит крайнее нечестие, заскакал, не взял на себя Иго Христа и не повлек плуга евангельского учения. На это указывает другой пророк, говорил, как юница расцвирепел Израиль после 4.16, а другой называет народ иудейский тельцом ненаученным. Иеремия 31.18. А такие животные, будучи угодны для работы, угодны бывают для заклания. Это случилось и с иудеями, сделав себя негодными для работы, они стали годными только для заклания. Поэтому и Христос сказал, «Врагов моих, которые не захотели, чтобы я был царем над ними, приведите сюда и рассечите передо мною. Поститься тебе, иудей, надлежало тогда, когда пьянство причиняло тебе столько бедствий, когда пресыщение порождало нечестие. Тогда, а не теперь, потому что теперь пост неуместен и мерзок». Кто говорит это? Сам Исаия, громко взывая, «Не такого поста избрал я». Исаия 58.5. «Почему? Потому что в судах и спорах поститесь и бьете перстами смиренного. Если же твой пост был мерзок, когда ты бил подобных тебе рабов, то приятен ли он будет тогда, как ты убил владыку? Как же так? Постящимость должно быть кротким, сокрушенным, смиренным и не опьянять себя гневом. А ты бьешь подобных себе рабов? Тогда иудеи постились для нарушения суда и споров, а теперь постятся в неумеренности и крайней невоздержности. Плеша босыми ногами на площади, намеренно они постящиеся, а по виду пьянствующие. Послушай, как пророк повелевает постить, а светите, говорит, пост. Не сказал, шумно празднуйте пост. Проповедуйте исцеление, соберите старейшин» Иоэль 1.14. «А они, собрав толпы изнеженных людей и скопища распутных женщин, весь этот театр и актеров увлекают в синагогу, ибо между театром и синагогой нет никакого различия». 639. «Знаю, что некоторые сочтут меня дерзким за то, что я сказал, нет никакого различия между театром и синагогой, а я считаю и их дерзкими, если они думают иначе. Если я решаю так сам собой, вини меня. Но если говорю слова пророка, прими решение. Знаю, что многие уважают иудеев, и нынешние обряды их считают священными, потому спешу исторнуть с корнем это гибельное мнение. Я сказал, что синагога нисколько не лучше театра, и приведу на это свидетельство из пророка. Иудеи, конечно, не больше пророков заслуживают вероятия. Так что же говорит пророк? «Лицо жены блудница у тебя, ты не хотел постыдиться». Иеремия 2.3 «А где блудница предается блудодеянию, то место и есть непотребный дом. А лучше сказать, синагога есть не только непотребный дом и театр, но и вертеп разбойников и логовище зверей. Не вертеп легиены, говорится, достояние мое стало». Иеремия 12.8.8.11 «Вертеп не просто зверя, но зверя нечистого». И еще «оставил дом мой, оставил достояние мое» 12.7. А когда Бог оставит, то какая уже надежда на спасение? Когда оставит Бог, тогда место то делается жилищем демонов. Конечно, иудеи скажут, что и они поклоняются Богу, но этого сказать нельзя. Никто из иудеев не поклоняется Богу. Кто говорит это? Сын Божий. «Если бы вы знали Отца, говорит Он, то знали бы и Меня, но вы не познали ни Меня, ни Отца Моего». Иоанн 8.19. Какое еще может привести мне свидетельство достовернее этого? Итак, если они не знают Отца, распяли сына, отвергли помощь Духа, то кто не может смело сказать, что место то, синагога, есть жилище демонов? Там не поклоняются Богу. Нет. Там место идолослужения. А между тем, некоторые из христиан обращаются к этим местам как к священным. И это говорю не по догадкам, но по указанию самого опыта. Ибо за три дня перед этим, поверьте, не лгу. Я видел, что какой-то негодяй и безумец, выдающий себя за христианина, не могу назвать истинным христианином, отважившего гостя на такой поступок, принуждал одну почтенную, благородную, скромную и верную женщину войти в синагогу еврейскую и там поклясться по спорному между ним и ею делу. Так как эта женщина взывала о помощи и просила остановить такое беззаконное насилие, говоря, что ей, причастнице божественных тайн, не подобает идти в такое место, то я, возгорев и воспламенеясь ревностью, встал и не дозволил влечь ее на такое преступное дело, но освободил от этого нечестивого принуждения. Потом я спросил влекшего, христианин ли он? И когда он признал себя таким, я строго выговаривал ему, порицая его за бесчувственность и крайние бессмыслия, и говорил, что он ничем не лучше осла, если говоря о себе, что поклоняется Христу, в то же время влечет кого-нибудь в вертеп иудеев, распявших его. И долго говорил я ему, во-первых, на основании божественного Евангелия, что вовсе не должно ни самому клясть, ни другого принуждать к клятвам, потом, что не должно принуждать к клятве не только верные и посвященные в таинство христианское, но и никого из непосвященных. Когда же, поговорив много и долго, изгнал я из души его ложную мысль о важности синагоги, то спросил его и о причине, по которой он оставил церковь, влёг эту женщину в еврейское сборище. Он отвечал, что многие сказывали ему, будто клятвы там даваемые особенно страшны. При этих словах я застенал, воспламенился гневом и потом засмеялся. Видя коварство дьявола и то, к чему успел он склонять людей, я застенал. Размышляя о беспечности обощаемых, я воспламенялся гневом. А смотря опять на то, каково и как велико неразумие обольщённых, я смеялся. Об этом я рассказал и сообщил вам, потому что вы бесчувственны и несострадательны к тем из христиан, которые сами делают и другим позволяют делать с собой такие вещи. Видя, что кто-нибудь из ваших братьев впадает в подобное беззаконие, вы считаете это чужою бедой, а не вашей. И думаете оправдаться перед обличающими вас, говоря, а мне какая забота? Что у меня общего с ним? Слова, выказывающие крайнее бесчеловечие сатанинское жестокосердие. Что говоришь ты, будучи человеком, имея одну и ту же природу, или даже, если уже говорить об общности природы, имея одну главу Христа? Ты осмелившись сказать, что у тебя ничего нет общего с твоими членами. Как же ты исповедуешь, что Христос есть глава церкви? Глава естественно соединяет все члены, с точностью направляет их друг ко другу и связывает между собою. Если на самом деле у тебя ничего нет общего с твоими членами, то ничего нет у тебя общего и с твоим братом. И Христос не глава тебе. Иудеи пугают вас, как малых детей, а вы не чувствуете этого. Как негодные слуги показывают детям страшные и смешные личины, сами-то по себе они не страшные, но только представляются такими по слабости детского ума, возбуждают большой смех. Так иудеи пугают только слабых христиан своими личинами. Могут ли в самом деле устрашать обряды их, срамные и постыдные, обряды людей, прогневавших Бога, подпавших бесчестию и осуждению. 641 Том 1 Не таковы наши церкви. Нет, они истинно страшны и ужасны. Ибо где Бог, имеющий власть над жизнью и смертью, где так много говорят о вечных муках, об огненных реках, о ядовитом черве, о несокрушимых узах, о тьме кромешной, то место страшно. А иудеи ничего этого и во сне не видят, так как живут для чрева, прилепились к настоящему и по своей походливости и чрезмерной жадности нисколько не лучше свиней и козлов. Столько и знает, что есть допить, драться из-за плесунов, резаться из-за наездников. Эти ли, скажи мне, заслуживают почтения и страха? Кто может утверждать это? Отчего же нам представляется это страшным? Разве уже кто скажет, что и опозорившиеся слуги, не смеющие вымолвить слово и выгнанные из господства дома страшным для слуг, почетных и пользующихся свободою? Но это не так. Нет. Корчемница отнюдь не почетнее царских палат. А синагога бесчестнее всякой корчемницы, потому что служит убежищем не просто для разбойников и торгашей, но для демонов. А вернее сказать, не синагоги только служат таким убежищем, но и самые души иудеев, что и постараюсь доказать в конце слова. Итак, прошу вас помнить особенно эту беседу, потому что говорим теперь не для того, чтобы показать себя и вызвать рукоплескание, но чтобы врачевать ваши души. ибо какое остается еще нам извинение, когда при таком множестве врачей есть между нами больные. Апостолов было только двенадцать, и они привлекли всю вселенную, а у нас большая часть города состоит из христиан, и однако есть еще больные иудейству. Какое же оправдание нам здоровым? Конечно, и они больные достойны осуждения. Но и мы не свободны от него, когда не брежем о них в болезни. Нельзя было бы им долго оставаться в недуге, если бы они пользовались особенной попечительностью с нашей стороны. Поэтому увещеваю вас теперь, чтобы каждый из вас привлек брата. Хотя бы для этого нужно было сделать принуждение, употребить силу, причинить неприятность или вступить в спор. Все сделай, только бы исхитить его из сети дьявола и исторнуть из общества христоубийц. Если бы ты увидел на площади, что кого-нибудь осужденного по справедливому приговору ведут на смерть и имел бы власть вырвать его из рук палача, скажи мне, не употребил ли бы ты всех средств для освобождения его? А теперь видишь своего брата беззаконно и неправедно влеком его в пропасть погибели не палачом, а дьяволом и не хочешь вступить в борьбу, чтобы избавить его от такого злодейства. Получишь ли же какое снисхождение? Но он скажет сильнее и могущественнее тебя. Покажи его мне. Скорее решусь сложить свою голову, не же дозволю ему вступить в это священное преддверие, если он будет упорствовать и оставаться при том же. Что у тебя, скажи ему, общего, свободною с высшим Иерусалимом? Ты избрал Нижний Иерусалим, с ним по слову апостола, работает с дитями своими. Галатом 4,25 Ты постишься с иудеями. Так сними вместе с ними и обувь, ходи по площади босыми ногами и будь сообщником их позора и срама. Но ты на это не можешь решиться. Тебе стыдно и позорно. Так иметь одинаковую с ними внешность ты стыдишься, а участвовать в их нечестие не стыдишься. Какого же можешь ожидать себе снисхождения, когда ты только наполовину? Поверьте, скорее сложу свою голову, нежели оставлю без внимания кого-нибудь из таких больных, если только увижу. Если же не буду знать, то Бог, конечно, простит. Об этом пусть поразмыслит и каждый из вас самих. И никто пусть не считает этого дела маловажным. Разве вы не знаете, что диакон постоянно возглашает во время совершения таинств? Познавайте друг друга. Как он этим обязывает вас к строгому наблюдению за вашими братьями? Так поступай по отношению к этим людям. Когда узнаешь, что кто-нибудь иудействует, останови, объяви о нем, чтобы тебе самому не подвергнуться вместе с ним опасности. И в воинских лагерях, если кто из среды воинов обречен будет в преданности варварам и единомыслии с персами, не только сам он подвергается опасности, но и всякий из знавших об этом, но не объявивших вождю. А как и вы составляете войско Христово, то тщательно разыскивайте и разузнавайте, не вмешался ли между вами кто-нибудь из иноплеменников и объявляйте о нем, не для того, чтобы мы подобно тем вождям убили его или истязали и наказали, но для того, чтобы нам избавить его от заблуждений и нечестия и свое дело исполнить во всей точности. Если же не хотите этого и, зная виновного, станете скрывать, то будьте уверены, что подвергнетесь одинаковому с ним наказанию. И Павел подвергает наказанию не только творящих злое, но и одобряющих его. И пророк одинаково осуждает как тех, кои крадут, так и тех, кои бегут вместе с ними. Салом 49, 18. И это справедливо. Кто, зная о злодеи, прикрывает его, тот дает ему повод к большему своеволию и располагает его делать зло с большим бесстрашием. 643. Но надо опять возвратить всех больным. Итак, подумайте, с кем имеет общение постящееся теперь? С теми, которые кричали «Распни, распни!» С теми, которые говорили «Кровь его на нас и на детях наших!» Осмелился ли бы ты подойти к осужденным за покушение на верховную власть и говорить с ними? Не думаю. Как же странно! С таким старанием избегать сделавших зло человеку, а с оскорбившими Бога иметь общение и поклонникам распятого праздновать вместе с распявшими его. Это не только глупо, но и крайне безумно. А как некоторые считают синагогу местом достащимым, то необходимо сказать несколько и против них. Почему вы уважаете это место, тогда как его надлежит презирать, гнушаться и убегать? В нем, скажете, лежат законы, пророческие книги. Что же из этого? Уже ли где будут эти книги, то место и будет свято? Вовсе нет. А я потому-то особенно и ненавижу синагогу и гнушаюсь ею, что имея пророков, иудеи не веруют пророкам, читая Писание не принимают свидетельства его. А это свойственно людям в высшей степени злобным. Скажи мне, если бы ты увидел, что какого-нибудь почтенного, знаменитого и славного человека завели в корчемницу или в притон разбойников и стали бы его там поносить, бить и крайне оскорблять, неужели бы ты стал уважать эту корчемницу или вертеп, потому что там оскорбляем был этот славный и великий муж? Не думаю. напротив, по этому-то самому ты почувствовал бы особенную ненависть и отвращение к этим местам. Так рассуждай и о синагоге. Иудею ввели туда с тобой пророков и Моисея не для того, чтобы почтить, но чтобы оскорбить и бесчестить их. Ибо когда они говорят, будто пророки и Моисея не знали Христа и ничего не сказали о его пришествии, то какое же еще может быть большее оскорбление для этих святых, как не обвинение в том, будто они не знают своего владыка и участвуют в нечестии иудеев. Значит, поэтому-то больше и следует ненавидеть их вместе с синагогой, что они оскорбляют святых тех. Но что говорить о книгах и местах? Во время гонений палачи держат в руках у себя тела мучеников, терзают, поражают бичами. Так уже ли их руки стали святы от того, что держали тела святых? Нисколько. Если же руки, державшие тела святых, скверны по тому самому, что держали беззаконно, то те, которые имеют у себя писание святых и оскорбляют их столько же, как и палачи тела мучеников, уже ли поэтому будут заслуживать уважения? Не крайне ли было бы это безумно? Если беззаконное держание тел святых не только не освящает, но делает еще более скверными держащих, тем более стенья писаний пророческих без веры не может принести пользу читающим. Так это именно настроение, с каким иудеи держат у себя священные книги, обличает их тем же большим нечестием. Не имея пророков, они не заслуживали бы такого осуждения, не читая книг, не были бы так нечисты и мерзки. Теперь же они не заслуживают никакого снисхождения, потому что имея проповедников истины, питают враждебное настроение и к самим проповедникам и к истине. Следовательно, поэтому-то они особенно мерзки и нечисты, что имея пророков, пользуются ими с враждебным настроением. Поэтому умоляю вас бегать и уклоняться их собраний, иначе произойдет немалый вред для немощных братьев и немалый повод в гордости для иудеев. Когда они уверят, что вы поклонники распятого имя Христа, выполняете и почитаете их обряды, то как им не подумать, что все обряды их прекрасны, а наши ничего не стоят, так как вы, почитая и соблюдаете последнее, в то же время бежите к уничижающим их. Если кто видит тебя, говорит апостол, имеющего разум, сидящего в капище, возлежащего, то совестью, будучи немощью, созижется, расположится, есть изложертвенное. 1 Коринфянам 8.10 И я говорю, если кто увидит, что ты, имея знание, уходишь в синагогу и смотришь на праздник труп, немощная совесть его не расположится ли к почитанию иудейских обычаев. Падающий наказывается не только за свое падение, но и за то, что роняет других, равно как и устоявший не только награждается за свое мужество, но заслуживает уважения из-за того, что и в других возбуждает ревность к тому же. Итак, избегайте и собраний, и мест, где бывают иудеи. И никто да не питает уважения к синагоге из-за священных книг, но из-за них-то пусть ненавидит ее и гнушается иудея. Потому что иудеи оскорбляют святых, не веря их словам и представляя их повинными в крайнем нечестии. 644. И чтобы вы убедились, что книги не придают святости месту, но что душевное настроение собирающихся в нем оскверняет его, расскажу вам одну древнюю историю. Толомей Филадеш собирает отовсюду книги и узнав, что у иудеев есть писание, преподающее учение о Боге и о наилучшем устройстве жизни, вызвал из иудеев мужей и через них перевел эти писания и положил их в храм Сераписа. Он был язычник, где и до сели находится этот перевод пророческих книг. Что же? Уже ли храм Сераписа из-за этих книг стал свят? Нет. Сами они святы. По-моему, месту не сообщают святости. Вследствие нечистоты собирающихся в нем. Так надо насудить и о синагоге. Если там не стоит идол, зато живут демоны. Это говорю не о здесь не только синагоге, но и о той, которая в Дафне. Там пропасть, называемая пропастью Матроны, еще более пагубная. Слышал я, что многие из верующих ходят туда и спят подле этого места. Но нет, я никогда не назову таких людей верующими. Для меня одинаково нечисто всякое капище, как Матроны, так и Аполлона. Если же кто обвинит меня за эти слова в дерзости, и я в свою очередь обвиню того в крайнем безумии. Ибо скажи мне, не нечестиво ли то место, где живут демоны, если даже и не стоит там идол, а место, где собираются христоубийцы, где преследуют крест, где хулят Бога, не знают отца, поносят сына, отвергают благодать духа, где еще находятся и самые демоны, такое место не более ли пагубно, ибо там в языческом капище нечестие явно и очевидно, и не так легко привлекает или обольстит человека умного и здравомыслящего. Но здесь, в синагоге иудеи, говорящие о себе, что поклоняются Богу, отвращаются идолов, имеют и почитают пророков, этими словами устраивают только большую приманку и ввергают в свои сети людей простых и неразумных по их неосторожности. Значит, нечестие как у иудеев, так и у язычников одинаково, но обольщение у первых действует гораздо сильнее, потому что у них не виден ложный жертвенник, на котором они заколают не овец и тельцов, а человеческие души. Словом, если ты уважаешь все иудейское, то что у тебя общего с нами? Если иудейское важно и достойно почтения, значит, наше ложно, но если наше истинно, оно и в самом деле истинно, то иудейское исполнено обмана. Говорю не о писаниях, нет, они приели меня ко Христу, но говорю о нечести и нынешнем безумии иудеев. Но пора уже показать, что там в синагоге живут и демоны, и не только в этом месте, но и в самых душах иудеев. Когда же нечистый дух, сказал Иисус Христос, выйдет из человека, то ходит по безводным местам ища покоя, и не находит, и говорит, возвращусь в дом мой, откуда я вышел, и пришед, находит его незанятым, выметенным и чистым, тогда идиот и берет с тобой семь злейших духов, злейших себя, и вшедшие живут там, и будет последним для человека того, горше первого. Так будет и с родом с ним лукавым. Лука 11.24 Видишь, что демоны живут в душах их, и нынешние еще литее прежних. И очень справедливо, потому что иудеи тогда оскорбляли пророков, а теперь ругаются над самим владыкою пророков. Так вы собираетесь в одно место с людьми, одержимыми демонами, имеющими в себе столько нечистых духов, воспитанными в смертоубийствах, и не ужасаетесь. Следует ли даже обмениваться с ними приветствиями и делиться простыми словами? Напротив, не должно ли отвращаться их, как всеобщие заразы и язвы для всей вселенной? Какого зла они не сделали? Не все ли пророки употребляли множество длинных речей на обличение их? Какого злодейства, какого беззакония не затмили они своими гнусными убийствами? Они заколали жертву демоном своих сыновей и дочерей, не познали самой природы, забыли муки деторождения, пренебрегали воспитанием детей, не спровергали до основания законы родства, стали зверепее всех зверей. И звери часто жертвуют и жизнью, и пренебрегают собственной безопасностью для защиты своих детенышей. А эти без всякой необходимости собственными руками заколали свои порождения, чтобы угодить врагам нашей жизни неприязненным демонам. Чему прежде изумляться в них нечестили или жестокости и бесчеловечию, тому ли, что они заколали своих сыновей или тому, что заколали их жертву демонам, а походливости не превзошли ли самых походливых животных? Послушай, что пророк говорит о их невоздержанности. Кони женены истовые, каждый из них ржет на жену ближнего своего. Иеремия 5.8 Не сказал каждый питал похоть к жене ближнего, нет, с особенной силой выразил их неистовую похоть ржанием известных животных. 646.1 О чем еще сказать вам? О хищениях, о лихаимстве, о притеснении бедных, о кражах, о корсемничестве? Для рассказа об этом не достанет и целого дня. Но праздники их скажете иметь в себе что-то важное и великое. И их сделали они нефистами. Послушай пророков или лучше послушай самого Бога, какое сильное отвращение показывает он к ним. Возненавидел и отвергся я праздников ваших. Омос 5.21 Бог ненавидит их, а ты принимаешь в них участие. Не сказано, что ненавидит такой-то и такой-то праздник, но вообще все. Хочешь знать, что Бог ненавидит иудейское служение ему посредством кимпанов, цитр, псалтирий и других инструментов? Оставили меня, и гласа песней твоих, и песни органов твоих не буду слушать. Бог говорит, остань от меня, а ты идешь слушать трубы. Но не мерзкие ли самые жертвы их и приношения? Если принесете мне семидал, то напрасно. Кодила мерзость предо мною, Исайя 1.13. Кодила их мерзость, а место не мерзость. И когда же мерзость? Прежде чем они совершили самое главное злодеяние, прежде креста, прежде христоубийства. Так не гораздо ли более мерзко их кадила теперь? Что может быть благовоннее кадила? Но Бог судит о приношениях, обращая внимание не на свойство даров, а на расположение приносящих. Призрел на Авеля и потом уже на дары его увидел Каина и потом отвратился от жертв его. На Каина сказано или на жертвы его не внял Бытие 4.4. «Ной принес жертву Богу овец, тельцов и птиц и обонял Господь, говорит Писание, воню благоухания» то есть принял принесенное. У Бога, конечно, нет ноздрей, божество бестелесно. Жертвенника возносится кверху запах и дым от сожигаемых тел, а зловония этого запаха ничего не может быть. Однако, чтобы ты знал, что Бог то принимает жертвы, то отвращается их, смотри, смотря по расположению духа приносящих. Писание называет этот запах и дым воню и благоухания, а кадила мерзостью, потому что душа возносящих его исполнена великого зловония. Хочешь ли знать, что Бог отвращается вместе с жертвами, органами, праздниками, фимиамом и от храма из-за людей, которые собираются в нем? Лучше всего он показал это на деле, когда в известное и совершенно разрушил. Впрочем, и до разрушения он взывает и говорит через пророка, не надейтесь на себя в словах лживых, и обо они вам не помогут, говоря вот храм Господень, храм Господень, Иеремия 7.4. Не храм, говорит он, освящает собирающихся в нем, но собирающиеся делают его святым. Если же храм не приносил пользы тогда, когда в нем находились херувимы и кивот, тем менее он принесет пользу, когда все это уничтожено, когда Бог совершенно отвратился от него, и когда открылось еще больше причин для такого отвращения. Как же глупо и безумно праздновать вместе с людьми, покрытыми бесчестием, оставленными Богом и раздражившими Господа. Если бы кто убил твоего сына, скажи мне, уже ли ты мог бы смотреть на такого человека, слушать его разговор? Не избегал ли бы ты его как злого демона, как самого дьявола? Иудеи умертвили сына твоего владыки, а ты осмеливаешься сходиться с ними в одном и том же месте? Умершленный Иисус Христос почтил тебя так, что сделал своим братом и сонаследником, а ты столь бесславишь его, что уважаешь убийц и распинателей его, и угождаешь им участием их праздниках, ходишь в воскверненные места их собрания, вступаешь в нечистые преддверия и участвуешь в бесовской трапезе? Так называть пост иудеев должен я после того, как они совершили богоубийство. И как же не демонам служат те, которые делают противные Богу? Но ты ищешь у демонов исцеления. Если демоны уже свиней загнали в море, когда Христос дозволил им войти в них, то пощадят ли человеческое тело? О, если бы они не убивали человека, если бы не строили козни против него, они изгнали его из рая, лишили высшей почести, будут ли же врачевать его тело? Это насмешка и басня. Демоны умеют только устроить козни и вредить, а не врачевать. Они не щадят души. Уже ли, скажи мне, пощадят тело, стараются извернуть человека из царства? Так захотят ли избавить его от болезни? Разве ты не слышал, как пророк, или вернее сам Бог через пророка говорит, что они не могут сделать ни добра, ни зла? Но если бы они даже и могли и хотели врачевать, что, впрочем, невозможно, тебе, однако, не следует из-за малой и погибель? Уже ли хочешь уврачевать тело, чтобы погубить душу? Нехороша твоя прибыль. Просишь своего зложелателя об уврачевании тела и раздражаешь Бога сотворившего тела. Нелегко ли же какому-нибудь нечестивому человеку своим врачебным искусством увлечь себя к поклонению языческим богам? Язычники своим искусством часто вылечивали от многих болезней и восстанавливали здоровье недужных? Что же? Неужели поэтому должно принимать участие их нечестие? Нет? Послушай, что Моисей говорит иудеям. Если восстанет тебе пророк или сновидец и даст тебе знамение или чудо и придет к тебе знамение или чудо и скажет тебе, говоря, пойдем, будем служить богам иным, которых ты не знаешь, то не слушай слов пророка того или сновидца того. Старозаконие 13.1 Эти слова означают вот что. Если явится какой-нибудь пророк и сотворит чудо, например, воскресит мертвого или очистит прокаженного или исцелит расслабленного и по совершению чуда будет склонять тебя к несестью, не верь ему из-за совершенного им чуда. Почему? Ибо искушает Господь Бог твой вас, чтобы узнать, любите ли Господа Бога вашего всем сердцем вашим и всей душой и вашей. Отсюда видно, что демоны не исцеляют. Если ты иногда по попущению Божьей сделает они какое исцеление, как и люди, то такое попущение бывает для твоего испытания, не потому, чтобы Бог не знал тебя, но чтобы ты научился не принимать от демонов и исцеления. И что говорить об излечении тела? Если бы кто-нибудь грозил тебе гиенную, чтобы принудить тебя отречься от Христа, не соглашайся. Если бы обещал царство, только бы отвлечь тебя от единородного Сына Божия, отвратись и возненавидь Его. Будь исчеником Павла, поревнуй тем словам, которые громко произнесла эта блаженная и доблестная душа. Ибо ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни сила, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая, какая тварь не может отлучить нас от любви Божьей во Христе и Сусе, Господи нашим. Его не могли отлучать от любви Божьей ни ангелы, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни другая какая-нибудь тварь. А тебя отлучает врачевание тела. Какое же будет нам наказание, какое наказание? Христос должен быть для нас страшнее гиены и вожделения и царства. Пусть будем мы больны. Лучше остаться больным, нежели для освобождения от болезни впасть в нечестие. Демон, если его врачует, больше повредит, нежели принесет пользы. Доставит в пользу телу, которое спустя немного непременно умрет и згниет, а повредит он бессмертной душе. Как похитители людей, предлагая маленьким детям лакомства, пирожки, горные кости и другое тому подобное, и через это приманивая их к себе, часто лишает их свободы и самой жизни. Так и демоны обещают человеку врачевать тело, совершенно губят спасение души его. Но мы, непотерпимы этого, возлюбленные, напротив, всячески постараемся избегать нечестия. Не мог ли Иов, согласно убеждению жены, произнести хулу на Бога и освободиться от постигшего его нечестия, несчастья? Скажи, говорила она, только некий глагол Господу и умри. Иов 2.9 Но он решился лучше страдать и мучиться и претерпеть невыносимый тот удар, нежели произнести хулу на Бога и избавиться от тяготевших на нем бедствий. Поревнуй ему и ты, пусть демон тысячу раз обещает избавить тебя от постигших зол. Не склоняйся, не уступай, как и тот праведник не послушался жены. Нет, решить лучше перенести болезнь, нежели потерять веру и спасение своей души. Бог часто попускает тебя в пазе в болезнь не потому, чтобы он оставил тебя, но с тем, чтобы более прославить тебя. И так будь терпелив, чтобы и тебе услышать. Так как вы сделали сие одному из меньших стих, то сделали мне. Не думаешь ли, что я не могу еще сделать и для тебя? Иов 43. Можно бы сказать и больше этого, но чтобы не затруднить вам памятование о сказанном, я здесь окончу свою беседу словами Моисея. Засвидетельствую вам ныне перед небом и землею. Второзаконие 30.19. Что если кто из вас здесь ли находящихся или отсутствующих, отправится смотреть трубы иудейские, или пойдет в синагогу, или взойдет в храм Матроны, или будет участвовать в посте и субботах, или совершать другой какой-нибудь малый и великий иудейский обряд, я чист от крови всех вас. Эти беседы предстанут и мне, и вам в день Господа нашего Иисуса Христа. Если вы послушаете, они доставят вам великое дерзновение, а если не послушаете, и прикройте кого из отваживающихся на такие дела, они противостанут вам, как строгие обличители, я не упустил сказать вам всю волю Божию, напротив, еще отдал и серебро торжникам, вам уже предоставляется умножить данные плоды от слушания беседы употребить на спасение ваших братьев. Но скажет кто-нибудь, тяжко и неприятно объявлять о виновных в этом участии в иудейских обрядах. Нет, тяжко и неприятно молчать об этом, потому что такое молчание и для вас, которые скрываете, и для тех, которых скрываете, гибельно тем, что вооружает против вас Бога. Не гораздо ли лучше досадить подобным нам рабам, лишь бы приобреть спасение, нежели раздражать против себя Господа. Ближний, хотя теперь понегодует, не может, однако же, сделать тебе никакого вреда, а впоследствии будет еще благодарен тебе за врачество. Но Бог, если ты умолчишь и скроешь в угодность твоему ближнему для него гибельную, подвергнет тебя самому тяжкому наказанию, значит, молчанием ты и Бога вооружишь против себя и брату повредишь, а объявлением и открытием виновного и Бога умилостивишь к себе и брату принесешь пользу и сделаешь его самым пламенным другом, когда он на опыте узнает твое благодеяние. И так не думайте, будто вы угождаете вашим братьям, когда увидишь, что они делают что-либо дурное, не обличайте их со всей строгостью. Если у тебя пропадет одежда, не одинаково ли считаешь своим врагом как украшу, так и того, кто знает вора и не объявляет о нем. Общая мать наша, церковь, потеряла не одежду, но брата. Украл его дьявол и держит теперь в его действии. Ты знаешь укравшего, знаешь украденного, видишь, что я, зажегший как бы светильник, слово учения, везде украденного с платьем и стоишь в молчании и не объявляешь. Какого же ожидаешь ты себе снисхождения? Церковь не сосчет ли тебя величайшим врагом своим, не признает ли супостатом и изменником? Но не дай Бог, чтобы кто-либо из слушающих это наставление дошел когда-то до такого греха, чтобы, то есть, предал брата, за которого Христос умер. Христос пролил за него кровь свою, а ты не хочешь и слова сказать? Не делайте этого, прошу. Но вышедши от селя, тотчас поспешите на эту ловлю, и каждый из вас пусть приведет ко мне одного из таких больных. Но лучше бы, если бы не нашлось столько больных, так пусть двое или трое или даже десять или двадцать из вас приведут ко мне одного, чтобы я, увидев пойманную в сети добычу, предложил вам в тот день обильнейшую трапезу. Ибо если увижу, что нынешний совет мой приведен будет в дело, с большим усердием примусь за врачевание больных, и великая будет польза как вам, так и им. Не поленитесь же, но все, без изъятия, со всем усердием ловите таких больных, женщин и женщин, мужчин и мужчин, рабы рабов, свободные свободных, дети детей, и поймав, приходите следующее собрание, чтобы и от нас получить вам похвалу, и прежде еще наших похвал, заслужить от Бога награду, великую и неизреченную, которая гораздо превосходит труды, подвязающиеся в добре. Чего да удостоимся все мы, благодати и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, через которого и с которым слава Отцу вместе со Святым Духом ныне и всегда и во веки веков. Аминь.